Тема сегодняшней лекции «Долголетие. Свободный выбор или судьба?» Человечество стремительно стареет. За последние 160 лет продолжительность жизни человека увеличилась в среднем на 3 месяца в год. Вы видите, что была в конце прошлого века пирамида. Сейчас это пирамида с усеченным основанием, которая имеет обыкновение падать. В 2010 году в США было около 75 тысяч столетних. И к 2050 году по ожиданиям оптимистов ожидается до 4 миллионов столетних. С 1969 года по 2009 число столетних мужчин в Швеции увеличилось в 9 раз, а женщин в 40 раз. Хотя средний возраст смерти столетних шведов изменяется уже 40 лет. Он стабилен. Вот смотрите, какая ожидаемая продолжительность жизни в разных странах в 19-м году этого века. Япония на первом месте. В них женщины заживают ожидаемой продолжительность жизни при рождении почти 87 лет. Швейцария на втором месте, Италия на третьем, Франция на 11-м, Германия на 20-м, Россия на 96-м. Недалеко от Марокко замыкает первые сотни стран. Вот смотрите, как интересно происходит набор продолжительности жизни. Вы видите, что в некоторых странах он занимал десятилетия. А в странах Юго-Западной, Юго-Восточной Азии, Китае, Индии, Японии это занимало 7 лет примерно. То есть очень быстро растет доля пожилых, тех, кто заживает до 60-летия. Ожидаемая продолжительность жизни для ребенка, рожденного в этом году, составляет 71 год. Но он сможет прожить на 20 лет дольше родившегося в 1925 году. Это тоже очень существенно. Доля трудовых лиц трудоспособного возраста в нашей стране уменьшается. А старше лица старше трудоспособного возраста увеличивается. Это создает большие нагрузки на экономику, на производство. Хронические заболевания и старения связаны очень. Вы видите, что растет почти экспоненциально. Свидетельшие сосудистые заболевания, рак, болезнь Альцгеймера, сопротивляемость к инфекциям падает. И до 100-летнего юбилея хочется дожить каждому, но с каким грузом заболеваний это произойдет. Вот смотрите, последние данные. На 20-й год, опубликованном в 20-м году. В России сердечно-сосудистые заболевания занимают причину половину случаев всех смертей. И 14% травма занимает. В США больше рака, меньше сердечно-сосудистых заболеваний, меньше инсультов и травмы. У нас умерло почти 2 миллиона жителей в 19-м году. В США 2,5 миллиона. Население существенно больше в Соединенных Штатах. Образ жизни и долголетия. Вот это перечислены факторы, которые очень сказываются на долголетии. Это физическое упражнение, питание, световой режим, образование, профессия, доходы, музыка, вредные привычки. Посмотрим, как это сказывается. Вот работа, выполненная в 2008 году на почти 80 тысяч медсестер. В возрасте от 30 до 55 лет за 24-летний период наблюдения. Пять факторов риска смерти у женщин в США было отмечено. Это курение, избыточный вес тела, низкая физическая активность, диета с избытком жира, низким уровнем потребления овощей и фруктов. Потребление алкоголя 0 или больше 15 грамм в пересчете на этанол в день. 55% всех причин смерти, 44% случаев смерти от рака и 72% сердечно-сосудистых заболеваний может быть устранено при отказе от курения, поддержании нормального веса тела, умеренной физической активности, соблюдении здоровой диеты, умеренного потребления алкоголя. Вот свежая работа в Circulation. Здесь тоже показано, что в большом количестве медицинских работников, наблюдавшихся в течение 30 лет, лица, придерживающиеся вот этих принципов, которые здесь перечислены, могут иметь шанс прожить на 14 лет больше женщины и 12 лет мужчины. Все считают, что надо выбирать родителей для долголетия. По современным представлениям, максимум 35% вариабельности в общей смертности обусловленной генетическими факторами, тогда как все остальные различия связаны с факторами окружающейся беды. Ищут многие годы ген старения. Генетический код человека и шимпанзе сходят на 98%, а продолжительность жизни в два раза больше у человека, чем у обезьяны. Вот здесь мадам Кальмет, старушка, которая приписывается, что я прожила максимум зарегистрированной научно продолжительность жизни. 122 года, 164 дня. Сейчас, правда, это подвергается сомнению ее долголетия. Вот гены, влияющие на продолжительность жизни, представители разных видов. Вы видите, что здесь самые разные гены, даже онкогены, вот Харви Расс, увеличивают продолжительность жизни дрожжей. Поэтому вывод, который можно сделать из генетики старения, что не существует единого гена старения. Вот факторы, которые влияют на наше здоровье, если мы живем в мегаполисе. Это вот транспорт, низкочастотные электромагнитные поля, световое загрязнение, сменная работа, фастфуд, алкоголь, гиподинамия, образование и культура. Мы сейчас кратко пройдемся по всем этим факторам. Это канцероген, бенспирен образуется при сгорании топлива и содержится в выхлопах автомобилей. Его концентрация выше в автомобильных пробках и на перекрестках. Бенспирен вызывает рак легкого мочевого пузыря, рак кожи, слизистая полость рта. Пешеходные переходы и дорожные развязки снижают канцерогенную нагрузку. Поэтому надо строить больше подземных переходов в городах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта. Или развивать общественный транспорт. Я уже показывал на этот слайд. Несколькочастотные электромагнитные поля и высоковольтные линии, проходящие через наши жилые районы, способствуют развитию рака, молочной железы, головного мозга, лейкозов, дачи. Строят прямо под лэп, что ужасно. А вот роль физического воспитания. Относительно риск смерти участников конькобежных марафонов в Голландии спустя 32 года. Это еще было начато, когда замерзали каналы. Вы видите, что смертность на 30% меньше у участников марафонов. Те, которые выполняли норму, забегали до конца. Вот важный вопрос. Как нужно... Считается, что бег помогает бежать от инфаркта. Вот на большом контингенте людей, которые бегали ежедневно, оказалось, что бегуны живут в среднем на 3 года дольше и на 45% устойчивы к заболеваниям сердца и сосудов. Пробежка на 5-10 минут на 30% снижает риск возникновения болезней и почти в половину повышает устойчивость организма к инфаркту миокарда, гипертонии, тахикардии, айтмии. И лучше бегать по 5-10 минут несколько раз в день, чем в субботу или в воскресенье 7 километров. А вот что дало анализ смертности и заболеваемости долголетия у элитных спортсменов. Метаанализ 14 больших исследований показал, что элитные спортсмены, занимающиеся аэробными и смешанными аэробно-анэробными видами спорта, имеют меньшую смертность и живут дольше в общей популяции. А аэробные виды спорта не оказывают такого эффекта. Вот совсем другая точка зрения. Сэр Уинстон Черчилль сказал как-то, что своим долголетием я обязан спортом, я им никогда не занимался. И вот появились книжки, что средний возраст смерти зависит от лени. Лишнее занятие спортом тяжелым. Сокращает продолжительность жизни. Вот здесь представлены наши данные с доктором Жариновым. По продолжительности жизни, средний возраст смерти указан и число долголетий у спортсменов, занимавшихся разными видами спорта. Видите, что парусный спорт абсолютный приоритет имеет, потому что им занимаются люди в течение длительного времени. Лыжи, плавание, теннис. Это тоже аэробные виды спорта, которые продлевают жизнь. А вот футбол, тяжелая атлетика, автомотоспорт уменьшают в среднюю продолжительность жизни. Вот вопрос диеты. Французы употребляют на 40% больше жиров, в 4 раза больше масла, и на 60% больше сыра, в 3 раза больше свинины, чем американцы. Однако смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не в 2 раза ниже, чем в США. Считается, что это связано с расфератролом. Это полифенол, который оказывает защитное действие, увеличивает продолжительность жизни мышей. Ну вот, посмотрите. Расфератрол содержится в винограде, особенно в виноградных косточках и кожуре от винограда. И считается, что французы употребляют больше вина, и это защищает их от этих заболеваний. Но вместе с тем, алкогольные напитки крепкие, признаны канцерогенами для человека. Это в двух монографиях Международного агентства по изучению рака в 44-м и 96-м томах отнесено крепкий алкоголь в группе 1. То есть доказано. А вот что сказала Нобелевский лурят Рита Леви Монтончини для улучшения пищеварения пюпива «При отсутствия аппетита я пью былое вино при низком давлении красный, при повышенном давлении коньяк, при ангине водку, а воду. Такой болезни у меня еще не было». Вот такая была. Это единственный Нобелевский лурят, проживший больше 100 лет. Вот теория свободно-радикальное старение. Ее создал Хармон в 56-м году. На два года позже Николай Маркович Мануэль в институте химфизики выдвинул такую же теорию. И оказалось, что перекрестное окисление вызывает повреждение ДНК и его сокращает продолжительность жизни. Антиоксиданты, которые были предложены в большом количестве, они увеличивают среднюю продолжительность жизни, но некоторые из них уменьшают фертильность, что плохо, а некоторые способствуют раку. Такие популярные, как селен, альфа-текоферол, которые рекламировались очень много. Ограничение калорийности питания – лучший способ продления жизни. Этот эффект доказан у многих видов животных от сиэлеганса, то есть от червей до млекопитающих, до приматов. Снижение калорийности должно быть без надоедания. И вы увидите, что уровень инсулиноподобного фактора роста, а в головном мозге 16 видов млекопитающих коррелирует с продолжительностью жизни. Это самая консервативная система, потому что это обеспечение энергии организма. Вот опыт, который был проведен и еще идет в США в трех питомниках, когда обезьяны получают на 40% меньше диеты, два вида обезьян. И результаты говорят о том, что снижается частота сердечно-сосудистых заболеваний раком, продолжительность жизни у них не очень увеличивается, снижается толерантность, увеличивается толерантность глюкозе, чувствительность к инсулину, что очень важно, но замедляется включение-выключение репродуктивной функции. Вот опыт, который поставил на себя человечество. В США потребление килокалорий суточное в день достигает почти четырех тысяч. В Европе на 17% меньше, в Японии на 27% меньше, а на Окинаве, где максимум в столетних, ожидаемая продолжительность жизни выше, и потребляют они существенно меньше, в два раза, чем американцы. Но на севере России необходимо, и вообще в северных регионах должно потребляться больше килокалорий, потому что не выжить иначе. Это совпадает с точки зрения, которое высказал Гиппократ две тысячи лет назад, дето, которое обильно опасно те, кто от природы жирны, ближе к смерти тем, которые тащи. В 1981 году Владимир Михайлович Дильман предложил применять бегуаниды для устранения метаболической иммунодепрессии и метаболической реабилитации у эндокрологических больных. В настоящее время в обсервационном исследовании охвачено было 7 с лишним миллионов больных с сахарным диабетом. Было миллион с лишним пациентов. Относительно риска рака пациентов, получавших метформин, снизился на 14%. Вот здесь первая работа, показаны результаты первой работы нашей. видно, что у мышей с энкогеном хердма, вызывающий рак молочной железы, у женщин 42% с плохим прогнозом, тормозит развитие опухолей и увеличивает продолжительность жизни. Это вызвало бум мировой литературе. За последние годы вышло более 70 обзоров по проблеме метформинрак. Вот в 2012 году было этому посвящено вопросу разворот в сайнс. Большая статья, в которой было показано, что больные диабетом, принимавшие метформин, имеют на 25-40% меньше риск умереть от рака, чем получавший инсулин. Метформин уже спас от смерти больше людей, чем любое другое лекарство в истории. Ежегодно выписывается более 120 миллионов рецептов. Вот Вашингтон Пост признал эти работы, показавшие продление жизни больных с сахарным диабетом, получавших метформин на 15% по сравнению со здоровым контролем. Это было признано выдающимся инновацией в 2015 году. Вообще нужно сказать, что старение определяет часы старения, которые в разные времена помещали в разные органы и ткани. Вот здесь приочислены основные часы старения. Роль ДНК, макромолекулы, клетки, половые железы, гипоталамус, эпифис. Вот первые работы, которые выполнял Шарль Брунцикар, который экстракт семенников вводил и себе тоже. Штейнах, штистский ученый, пересаживал семенники, крыс от молодых старым и людям и Серж Воронов, русский ученый, который жил в Париже, пересаживал семенники. Но это все приводило к временному появлению признаков молодости, приливу сил, а потом все это рассасывалось и человек старел быстрее. Вот Леонард Хайфлик в 61 году показал, что эмбриональная фиброблаза легкого делится 50 раз плюс-минус 10 и только 2-3 2-4 раза улит старше 50 лет. Это было названо лимитом Хайфлика и думали, что это определяет механизм геточного старения. Объяснение лимиту Хайфлика дал Алексей Матвеевич Оловников в Институте химфизики в Москве. Он предположил, что ДНК при своей репликации при делении недореплицируется, хвост их остается вот здесь на рисунке. Вот виден. Это как идея ему пришла в метро, когда поезд пришел короче, чем обычно, и часть пассажиров не села в поезд. И он подумал, что то же самое происходит при делении Евробласа. И в 1985 году Грейдер и Блэкбурн получили Нобелевскую премию и забыли пригласить в компанию Оловникова. Вот они открыли теломеразу в 1985 году и в 2009 получили Нобелевскую премию. Вот Вадим Михайлович Дильмин, работавший на этом этаже в институте онкологии. Создал нейроэндокринную теорию старения, согласно которой старение, связанное с ним болезнь, представляет собой побочный эффект реализации программы развития организма, заложенной на генетическом уровне. Он полагал, что старение находится в гипоталамусе. Написал замечательную книжку «Большие биологические часы», которая сейчас фактически подтверждается современными исследованиями. Сезон рождения биологические ритмы очень существенные. Это данные Габи Доблхаммер в Институте демографических исследований общества Макса Планка в Ростоке в Германии. Она показала, что люди, рожденные летом, живут меньше, чем рожденные зимой. И это никакой не относится к астрологии, а связано с тем, что, по ее мнению, беременность женщин, которые рождаются зимой, которые рождают зимой детей, протекает в более благоприятных условиях. Больше витаминов, фруктов. Смотрите, это в Северном полушарии, а в Австралии наоборот, потому что сезон инвертирован. Но мы задались вопросом, что происходит у мух, мышей и крыс, которых беременность, у мух вообще беременности нет, а у мыши 19, и у крыс 21 день. И оказалось, что зимой рожденные мыши, мухи и крысы живут дольше, чем рожденные летом. То есть сезонное колебание геомагнитного поля Земли и уровня мелатонина существенно сказывается на продолжительности жизни. Вот мы пришли к мелатонину. Это синхронный синхронизатор, как камертон, который задает тон всему оркеству. Вот здесь показано, что мелатонин, который продуцируется эпифизом, шишковидной железой, синхронизирует уровень гормонов, температура тела, ритм кортизола, ритм питания и в конечном счете являются солнечными часами старения. Вот здесь показаны факторы, влияющие на ночной пик мелатонина. Проживание на севере, сменная работа, трансмердианные перелеты, постоянное освещение и бессонница. До 20% сегодня занятых на производстве людей, имея сменные характери работы. Все это сказывается. Вот работа с компьютером по ночам, ночные тусовки в клубах. Все это подавляет ночной пик мелатонина. И вот к чему это приводит. Увеличивается коронарная болезнь сердца, ожирение, метаболический синдром почти половину, язвенная болезнь в желудке и 12-перстной кишки в 4 раза, рака толстой кишки и груди до 36%. Земля залито сегодня освещением. Вы видите цепочку городов в России. Видны крупные города. И в 1908 году, в 2008 году американская израильская группа ученых опубликовала данные, что если наложить карту всех случаев рака молочной железы в Израиле на карту ночного освещения, то они совпадут. И то же самое произошло, когда сравнили эти показатели по 164 странам. Они полностью совпали. Рак груди и простаты был выше в более освещенных ночью местах. Вот работа, которая была произведена доктором Виноградовым в Петрозаводске, было показано, что постоянное освещение или освещение севера укорачивает продолжительность жизни и ускоряет развитие опухолей. Вот здесь суммированы эти данные. Проживание на севере сменная работа, светлак, то есть постоянные перелеты, постоянное освещение, электромагнитные поля, бессонница. Это все факторы угнетающие ночной пик мелатонина, ускоряющие старение и развитие опухолей. Противоположные факторы гибернация, то есть зимняя спячка, темнота, днем мелатонин или введение пептидов, которые стимулируют продукцию мелатонина, замедляют старение и предупреждают развитие опухолей. Рабочая группа МАИР пришла к заключению, что сменная работа, проводящая к нарушению циркальных ритмов, канцерогенна для человека. Это было в 98-м году подтверждено в 20-м. А вот интеллект и продолжительность предстоящей жизни. Оказалось, что мужчины старше 60 лет с высоким IQ индексом интеллекта живут дольше, а женщины меньше по сравнению с лицами, имеющие IQ ниже среднего уровня. Это удивительно, но получил нетривиальное объяснение, что возможно, что женщины с высоким интеллектом больше нервничают, на них больше стресса, им надо доказывать в нашем мужском обществе свою состоятельность. Это все сказывается на продолжительности жизни. Важно, что у лиц с более низким образованием более короткие теломеры, что предполагает, что они раньше старятся. Длина теломера увеличивается с каждой новой ступени образования. Чем выше квалификация, чем больше будет жить человек. Это удивительно, но это уже несколько работ таких, подтверждающих этот вывод. Резь смерти обратно пропорционально на уровне образования. Биологический возраст 70-летних шведов был меньшим у лиц с высоким образованием. Было исследовано одной и той же группы ученых, рожденные в 1906 году и в 1922 году. Те, кто жил в 1922 году, жили дольше и коррелировало это только с одним, с уровнем образования, с длительностью образования. Вот данные свежие. Средний возраст смерти и средний возраст первой госпитализации 75% популяции больше у лиц, окончивших колледж или университет по сравнению с имеющим начальной и средне образования. Американские женщины, если у них не имеют за плечами колледж или муж кончил колледж, живут дольше, чем другие американские женщины, которые не имеют такого образования. Но парадокс заключается в том, что в Японии на Окинаве, я уже говорил, что там максимум столетних, уровень образования низок, а живут они дольше. То есть не только образование сказывается, но и характер, питание и вообще образ жизни. Вот смотрите, какая парадоксальная находка была сделана доктором Жариновым из соседнего института. У докторов наук скорость роста рака представительной железы в 9 раз меньше, чем у лица среднего образования. Это очень серьезно. Получение мы проанализировали ожидаемую продолжительность жизни у нобелевских лауреатов. И она оказалась выше у экономистов, а у математиков, которые не получают нобелевскую премию, мы к этому обернемся существенно ниже. Вот физики, литература 0,9 минус. Но литература это более спорный всегда предмет для получения нобелевской премии. По данным Российской Академии наук это исследование два было Березкина Булинице и Андреева Сужданова. Они показали, что у действительных членов Российской Академии наук продолжительность жизни на 9 лет больше, чем у средней популяции населения. А вот продолжительность жизни мужчин ученых разных специальностей. Физики, химики, медики, экономисты, гуманитарши, нобелевские вариаты живут дольше всех. Академики живут дольше членкоров. Членкоры больше лекторов наук и рядовых ученых. А математики нет. Математика и экономисты это одна специальность. только как остроумно заметил паломников экономисты ближе к кассе. Поэтому доходы выше. А доходы очень существенно влияют на продолжительность жизни. Вот смотрите. Дольше всех живут врачи и биологи. Как женщины, так и мужчины. Меньше всех философы. Доля долгожителей максимальна среди физиков и экономистов. Минимального философа. То есть задумываются о природе многие знания многие скорбы сказаны в эквизиасте. Вот смотрите. Представители творческих профессий. Художники, музыканты, ученые живут дольше литераторов. А вот смотрите, какие специальности увеличивают продолжительность жизни. Дирижеры живут дольше всех. Ученые, ванчелисты, скрипачи. А вот барды, рок-музыканты, эстрадные певцы живут меньше. Композиторы живут меньше дирижеров. Если композитор начинает дирижировать, он живет дольше. у женщин поразительная находка была, что орфистки живут дольше других. 40% их достигает возраста 90 лет. Это тоже необычная находка. Поэты живут меньше прозаиков. Если прозаик начинает баловаться стихами, он живет меньше. Вы видите, на больших числах сделано. Эстрадные певцы и вообще артисты, если они получают звание, получают Оскар в США или у нас звание народных артистов СССР, России, живут на 20 лет почти больше, чем прочие артисты. Опять же доходы. Вот здесь суммированы данные по музыке и по творческим профессиям. Жанр музыки влияет на продолжительность жизни. Исполнители классической музыки живут дольше бардов и рок-музыкантов. Но это понятно, у них образ жизни другой. Моркота, алкоголь, богемная жизнь. И Ренуцко Агудагава сказал «Наследственность и окружение случайно живут три вещи, управляющие нашей судьбой». Наталья Петровна Бехтева подчеркнула, что именно вовлечение субъекта в творческий процесс со всеми сопровождающими перестройками в мозге и организме проводит статистически оправданных в деятельной ситуации, что умные живут дольше. А вот наше все Михаил Жванецкий сказал, что «Я не знаю, как получается, что образованный человек живет намного дольше и лучше». Вот 13 рекомендаций, которые написали ученые Минститетского госпиталя Женевы кафедры гериотерии. Ставьте перед мозгом нетривиальные задачи. Ешьте помидоры, женитесь, избавьтесь от будильника, съедайте хлебные корки, игнорируйте общественное мнение, заведите домашнего питомца, полюбите шоколад, обретите веру, изучайте языки иностранные, учитесь играть на музыкальных инструментах, слушайте классическую музыку, дружите с солнцем и танцуйте. Некоторые из них эти пожелания звучат анеклотически, но на самом деле закажем серьезные научные доказательства. вот обычная медицина увеличивает продолжительность жизни, предупреждая смерть от ассоциированных возрастных заболеваний, при этом увеличивается число пожилых больных. Это дополнительная нагрузка на государство, на здравоохранение. Медицина антистарения, которая будет замедлять старение и начало возрастных заболеваний, приведет к уменьшению числа лиц с инвалидизирующими с сосудистыми онкологическими заболеваниями. Экономический эффект замедления старения оценивается более чем 7 триллионов долларов в ближайшие 50 лет. Но сейчас происходит необычная ситуация в геронтологии. Пришло молодое поколение компьютеризированных мальчиков, которые считают, что если они изучают литературу, это достаточно, чтобы понять природу старения. Они считают, что нужно включить старение в международную классификацию болезней, что, по их мнению, приведет к созданию новых бизнес-моделей к более эффективному распределению ресурсов. Это понятно, как будут распределяться эти ресурсы. Вот смотрите, что написал профессор Леонид Браттен, что до 40% денег страхования медицинского уходит на содержание страховых компаний и трансакционные издержки банков. Мы насчет социальных денег кормим колоссального посредника в виде банковской системы. Вот экс-министр наш до выходения Вероника Игоревна Чворцова за прошлом году высказалась, что нужно России сделать для увеличения продолжительности жизни. Она написала, что Россия предстоит небывалый рывок, чтобы достигнуть продолжительности жизни 78 лет. До 2024 года мы должны пройти этот путь от 73 к 78 годам. Япония достигла такого показателя за 15 лет, Швеция, Дания за 38-35 лет. Главная задача выстроить систему медицинской помощи, чтобы она была доступна для всех. Кто должен был это делать, как не она? Вот что написала тоже экс-министр здравоохранения, а ныне вице-премьер нашего правительства Татьяна Голикова, что Россия так это страфически теряет население. За 4 месяца естественная убыль у нас составила 146-149 тысяч человек. У нас падает рождаемость не такими, как хотелось быть, темпами снижается смертность. Многие регионы страны, заявила Татьяна Голикова, искажали качественными показателями реальную статистику. Когда скрывается снижение смертности, стало невозможно, показатели смертности стали расти. Это удивительно, потому что в руках правительства находится контроль за этими показателями. А Сварцова заявила, что у нас увеличивается беспрецедентными темпами продолжительной жизни. Мужчина выросла до 68 и 5 лет у женщин до 78. Мы видели, что Россия на 96-м месте сегодня. Вот статья, которую написал Алексей Георгиевич Голубев, сотрудник нашего института. Куда нас выводит Крывая Престона? Крывая Престона это корреляция национального продукта на душу населения и ожидаемой продолжительностью жизни. Она растет при увеличении ресурсов, доступных для обеспечения жизни. По мере роста валового национального продукта рост ожидаемой продолжительности жизни замедляется. ОПЖ зависит от уровня расходования ресурсов. У членов клуба 80, в которых мы хотим войти, ВНП достигает более 20 тысяч долларов США. В России менее 10. Куда зависим, куда деваются эти деньги? В Российской Федерации вложение доступных ресурсов продолжительности жизни, то есть в ее качестве менее эффективны, чем в других странах. От Конграда Финляндии повышением ВВП Россию в 80 плюс не вывести. Ресурсы здравоохранения утекают куда-то не по адресу, заключает Алексей Георгиевич. Мы представляем куда. Вот что он написал в 2018 году. Естественно, научная безграмотность тем, там, где принимаются решения выделения средств, как общественных, так и частных, на поддержку научных исследований и разработок делают продолжение замедлить скорость старения весьма соблазнительными. Юристы, экономисты и менеджеры слишком озабочены законотворчеством и законопослушанием, чтобы обращать внимание на закономерности, существующие независимо от их сознания и недоступности от него. даже в самых центральном федеральном округе и северо-западном федеральном округе тренды идут ниже, чем в целом мире. В клуб 80+, можно будет попасть в России при ВНП не 20 тысяч, а 50-60 тысяч долларов. Повышение до 20 тысяч долларов в год необходимо, но недостаточно. А вот что написал Петр Леонидович Капицы. В 1935 году это поразительно. Звучит, как сегодня. Трагедия нашего правительства в том, как и большинство правительств мира, наука выше их понимания. Они не умеют отличить знакы редакторов, широтанов от изобретателей, фокусников и черных магов от ученых. А наше все Михаил Васильевич Ломоносов в письме графу Шувалова в 1761 году написал «Полагаю, что самым главным делом сохранение и размножение российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не обширность и тщетны без обитателей». Как актуально звучит? В 15-м году наш земляк Петр Юрьевич Шмидт, родной брат полярника, известного от Юрьевича Шмидта, который на Челюскинсе плавал, написал книжку «Борьба со старостью», в которой подчеркнул, что может человек предпринять против смерти и ее предтечи старости. Единственным его оружием может быть только разум в его высшем проявлении в науке. Пришло время не только рассматривать различные терапевтические возможности лечения, связанных с возрастом заболеваний, но инициировать клинические исследования, имеющие конечную цель увеличение продолжительности здоровой жизни. Уважаю врачебный принцип, не навреди. Здесь перечислены основные направления. 7 главных приоритетов в исследовании области старения в Европе на предстоящие десятилетия. здоровое старение для увеличения продолжительности жизни, поддержание и восстановление ментального здоровья, включение и участие пожилых в обществе и в рынок труда, гарантирование качества и содержания систем социальной защиты, благополучность старения дома и в обществе, неравное старение и связанность с возрастом неравенства и биогеронтология от механизмов воздействия. Лозунг современной геронтологии пожилые люди не обуза государства, ресурс. И вот что это не пустые слова говорит пример Германии, которая была разделена на две страны ФРГ и ГДР в 49-м году, а в 90-м объединилась. Смертность Германии восточной была существенно выше, чем в Западной Германии. За 10 лет после падения Берлинской стены они восстановили эквивалент, паритет. И смертность ГДР достигла уровня ФРГ. А численность столетних, темпы прироста столетних даже стали опережать ФРГ. Поэтому существенным улучшением качества жизни, прежде всего медицинского и социального обслуживания, можно добиться более быстрого снижения смертности людей даже в самых старших возрастных группах. И вот надежда на эту программу, если она будет реализована. У нас такие программы принимались надежда на то, что наше правительство обратиться к этой реализации сейчас немного. Особенно нам навредил этот ковид, который явился показателем эйджизма, то есть отношения к пожилым людям, как к людям второго сорта. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok